Привет, я Олеся Медведева, а это Ясно Понятно блог на канале Страна Юэй. Вчера в понедельник, 28 сентября, об уходе из телеграм-канала Нехта заявил его главный редактор Роман Протасевич. Я напомню, что телеграм-канал Нехта – это самый популярный русскоязычный канал, который с момента начала протеста в Беларуси курировал их и направлял. О том, что это за телеграм-каналы, кто им управляет, я рассказывала в этом блоге, а также подробно разбирала интервью этих ребят Юрию Дудю в этом блоге. Обращает на себя, конечно, внимание тот факт, что Протасевич ушел с Нехты аккурат тогда, когда численность митинга в Минске пошла на спад после инаугурации Александра Лукашенко. При этом сам Протасевич говорит, что имел место конфликт с руководителем этого проекта и его, по сути, основателем Степаном Путило. И предлагаю вам разобраться, почему все-таки Роман Протасевич решил покинуть Нехту, а также что еще такого интересного о нем известно. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Итак, версия номер один. Протасевич, по сути, является наемным сотрудником. Он был в подчинении у Степана Путило, который себя еще называет Степаном Светловым, основателя Нехты. В интервью, кстати, Юрию Дудю, которая, я напомню, вышла 18 сентября, и я его подробно разбирала, Протасевич высказался о своем шефе Степане. Отвечая на вопрос Дудя, он заявил, что из-за высокой популярности телеграм-канала и достаточно молодого возраста Путило, а ему, я напомню, всего 22 года, процитирую Романа, мало бы кто смог оставаться на земле. То есть, дал понять, что Путило Светлов зазнался, зазвездился и оторвался от реальности. Дудь спросил о Путило, что он, мол, местного Лукашенко включает, на что Протасевич рассмеялся. А Дудь в ответ сказал, что смех лучше любого ответа. Тогда же Протасевич добавил, что по отдельным вопросам у них есть недопонимание. Но мы, мол, одна команда и продолжаем работать. Однако, уже через 10 дней, то есть 28 сентября, Протасевич пишет в Твиттере пост, что он больше не имеет никакого отношения к проекту Нехта. По его словам, решение принял он и оно не было спонтанным. Также он сказал, что уходит с экранов девайсов подписчиков ненадолго. Обычно, когда люди говорят, что решение о смене работы было взвешенным, то подразумевается обычно, что человек об этом думал на протяжении, ну, нескольких месяцев. При этом интервью с Дудем записывалось в сентябре месяце, и Протасевич, похоже, тогда не собирался уходить. Отсюда можно сделать вывод, что то самое недопонимание со Степаном Путило, о котором в интервью говорил Протасевич, получило свое какое-то дальнейшее развитие. Отчасти подтвердить эту версию может тот факт, что никаких добрых слов в адрес проекта Нехта или своих бывших коллег Протасевич не написал. Как обычно это делают люди, которые уходят по-хорошему, без скандалов. Позже в комментарии российским СМИ Протасевич подтвердил, мол, не смогли прийти к общему видению того, как проект должен развиваться дальше. И еще один интересный момент. Протасевич указал, что с проекта ушла еще одна журналистка. Екатерина Ярусалимская. О себе в комментариях все в том же интервью. Дудю Ярусалимская сказала, что в Польше живет уже 10 лет. Туда она уехала из-за своих политических взглядов и поступила учиться по программе Калиновского. Это такая программа, которая была создана польским премьер-министром в 2006 году для ребят из Беларуси в Варшавском университете. По словам Ярусалимской, опять же таки, она получила польскую стипендию. Помощь Евросоюза для детей репрессированных и активных людей, она так называется. Кто из ее родителей был подвержен репрессиям, Екатерина не уточнила. Учитывая, что Роман Протасевич пообещал вскоре новые встречи в эфире, возможно, он получил более выгодное предложение по работе и пригласил вместе с собой уйти еще одного члена команды. Или же скандал с Путила был настолько сильным, что затронул и рядовых сотрудников, в том числе и Ерусалимскую. После ухода Протасевича телеграм-канал Нехта, читай Степан Путила, опубликовал свою версию ухода Романа. Из нее следует, что в редакции начались некие структурные изменения, при которых должность главного редактора сокращалась, упразднялась. В то же время есть упоминание того, что сотрудничество с Протасевичем, цитата, не всегда было легким. То есть определенный конфликт между ним и Путила все же существовал. Ни для кого не секрет, что каналы Нехта постоянно развиваются. В связи с резким ростом количества наших читателей, число которых за последние два месяца выросло шестикратно, мы начали процесс расширения и дальнейшей профессионализации редакции наших каналов Телеграм и Ютуб, который будет завершен после нашей общей победы. В связи с последними сообщениями в различных медиаресурсах, мы хотели бы опровергнуть информацию о том, что основатель Нехта Степан Светлов и бывший главный редактор Роман Протасевич не сошлись во мнении относительно будущего проекта. Во-первых, в связи с нашей бело-красно-белой революцией, все силы и возможности Нехта в это непростое время направлены, в первую очередь, на поддержку белорусского народа в его мирном стремлении к демократии и укреплению независимости Беларуси. Никаких разногласий насчет этого нет и быть не может. Во-вторых, еще 7 сентября при участии Романа было принято решение отказаться от должности главного редактора в связи с грядущими изменениями в структуре каналов Нехта. А уже с 1 октября нашу команду решили покинуть Рома и Катя. Спасибо им за то, что в течение последнего горячего периода они были частью нашего дружного коллектива, хоть и не всегда это сотрудничество было легким. Мы желаем нашим бывшим коллегам удачи в их новых начинаниях. А теперь разберем еще одну интересную версию. Нельзя не отметить, что уход Протасевича совпал с затуханием бело-красно-белого Майдана в Беларуси. Протесты уже давно зашли в определенный тупик. Они не смогли добиться прорыва на тех направлениях, которые формулировал тот же канал Нехта. Например, устроить массовую забастовку и остановить промышленность Беларуси. Что нанесло бы, конечно, серьезный удар по Лукашенко. Еще раньше исчезли и перспективы силового противостояния с властями. Милиция, внутренние войска оставались верны Лукашенко. А попытки телеграм-канала Нехта радикализировать протесты успехом не увенчались. Их недавние призывы, к примеру, брать на акции фото силовиков, которые якобы замешаны в избиениях, по факту почти никто не поддержал. А после инаугурации белорусского президента стало понятно, что Лукашенко останется как минимум до следующих президентских выборов, которые могут быть и досрочными после изменения Конституции. Ответный митинг Беломайдана собрал в разы меньше людей, чем это было ранее. Никто особо не внял и новым просьбам Нехты выходить с портретами Светланы Тихановской. При этом белорусские силовики показали, что они хозяева улицы. Давайте вспомним, что этот телеграм-канал Нехта стал знаменитым и таким популярным как раз в момент начала акции протеста в Беларуси. И так совпало получается, что кадровый исход начался как раз с заметным затуханием Беломайдана. Когда Роман и Катерина приняли решение уйти из проекта, сторонники белорусских протестов заявили о проигрыше всего движения. Теперь еще больше людей будет думать, что проиграли. И даже Нехта сдувается, пишут люди в Твиттере в ответ на пост Протасевича. Оба канала Нехты обновляются в принципе как и раньше. Реже утром, днем и чаще вечером, когда в основном начинаются митинги, особых отличий по контенту каких-либо незаметно. При этом очевидно, что тупик с протестами не мог не сказаться на работе телеграм-канала. И не исключено, что реорганизация, о которой заявил Степан Светлов-Путила, он же создатель Нехты, связана именно с этим. Сам же Роман Протасевич – белорусский оппозиционер со стажем. Еще в 2012 году его задерживала милиция, как администратора соцсетей, контент которых был направлен против Александра Лукашенко и белорусской власти в целом. Он также был членом Молодого фронта. И еще до событий в 2020 году организовывал акции протеста против Лукашенко. Протасевич также был членом Молодого фронта. Эта организация еще до 2020 года организовывала разные протесты против Лукашенко. Также Молодой фронт боролся за расширение белорусского языка в ущерб русскому в Беларуси. Он также был журналистом Еврорадио и Радио Свобода, которая финансировалась из Польши и Литвы. Выступал также за декоммунизацию по украинскому примеру и легализацию каннабиса. Если помните, в интервью Дудю он также рассказывал, что приезжал и к нам в Украину на Евромайдан так чисто посмотреть, но получил по голове. После чего уехал на родину. Также он был журналистом-фрилансером и работал на Донбассе. В общем, такой вот интересный персонаж, который на данный момент на ПМЖ проживает в Польше. Посмотрим, конечно, как ситуация будет развиваться дальше, проанализируем и, конечно же, расскажем об этом, обо всем вам, друзья мои. А на этом у меня пока все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна. Юэй, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, как вы думаете, как дальше будут развиваться акции протеста в Беларуси. И какова все-таки истинная причина ухода Романа Протасевича из самого популярного русскоязычного телеграм-канала «Нехта». Не забывайте также подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы смотреть новые выпуски Ясно-понятного блога, а также другие рубрики нашего издания самыми первыми. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»